Спрос на рабочие профессии высок, в отличие от предложения. Строители, парикмахеры, сварщики, автомеханики востребованы всегда. Однако еще три года назад молодежь предпочитала получить высшее образование. Неважно какое, лишь бы работать в офисе. Сейчас ситуация изменилась. Количество тех, кто после девятого класса идет получать рабочую специальность, увеличилось на 5%. Но этого недостаточно, чтобы закрыть все потребности рынка труда. Например, облицовщик-плиточник, который у нас предполагается включить в этот перечень компетенций. Вакансии 760, а безработных, которые могли бы восполнить эти вакансии, всего 15 человек. Каменщики. 3295 вакансий. Количество этих вакансий перекрывается на очень маленький процент. Всего 95 человек. Хотят быть каменщиками. Международный конкурс WorldSkills Russia призван повысить интерес молодежи к рабочим профессиям. В нем принимают участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 23 лет. В этом году в Самаре соберутся участники со всех регионов Приволжского федерального округа. За звание лучшего в своем деле сразятся представители 12 профессий. Мы можем сравнивать между собой уровни подготовки специалистов по разным профессиям, как внутри отраслей, так и между отраслями, соответственно. При этом сравнивать их еще с уровнем мировой подготовки, проведения своих соревнований. Мы делаем такой срез по регионам, какой сейчас у нас уровень специалистов в каждом из регионов. Международный конкурс профмастерства пришел в Россию три года назад. Первый национальный чемпионат WorldSkills Russia принимала Самарская область. Он прошел в Тольятти в 2013 году. В чемпионате приняли участие более 300 молодых людей. Студенты учреждений среднего профессионального образования, победители региональных конкурсов. По результатам национального чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая приняла участие в чемпионате мира. Мы горды тем, что были первым регионом, который это движение поддержал. Особые заслуги здесь губернатора Николая Миркушкина, потому что не было бы его решения о выделении денег, значит, этот фестиваль бы в Самаре не состоялся. Нам очень сильно помогала АСИ, агентство стратегических инициатив, и ваша команда, руками которой, силами которой, этот фестиваль, в общем-то, и организовывался. Опыта никакого не было. Были общие совершенно представления. Но я считаю, что в историю Самарской улицы уже вошли. Организаторы регионального чемпионата встретились с главой администрации Самары Олегом Фурсовым и обсудили вопросы подготовки национального чемпионата. Он откроется в областной столице 6 апреля. Глава администрации рекомендовал руководителям муниципальных предприятий посетить конкурсные площадки и пригласить лучших начинающих специалистов на работу. После завершения регионального этапа начнется полуфинал национального чемпионата. Имена победителей станут известны 12 апреля. Продолжение следует...